А как вам кажется, в штабе Байдена понимают, что в случае его нахождения в гонке, продолжения этой гонки, им именно, президентской, нужно побеждать в Украине? Все-таки, смотрите, во время дебатов Украина была, наверное, если по списку тем, третьей. Да, значит, важно не то, что они хотят, а важно то, что вам выгодно. Нам нужно, а ему нужно точно? Да, ему нужно. Почему? Вот смотрите, значит, Кулеба звонит Блинкену и говорит, слушай, Байден выглядит старым пердуном, который еле-еле ходит и еле говорит. Нужно, чтобы он выглядел верховным главнокомандующим, который способен руководить американскими Соединенными Штатами его армией. Вот поэтому нужно выйти, чтобы он вышел и сказал, я передаю Зеленскому то-то, то-то, то-то и то-то. Это выгодно ему как кандидату. И это задача Офиса президента Украины, задача Министерства иностранных дел, задача посольства в Вашингтоне, посольства в Брюсселе, посольства там-то, там-то и там-то. Достучаться до тех людей, которые значимы для Байдена и сказать, что его сейчас надо для того, чтобы переломить вот это ужасное впечатление, которое он создал, он должен теперь не говорить, а действовать как верховный главнокомандующий. То есть накачайте его там, я не знаю, витаминами, и пусть он президенту Зеленскому позвонит из Белого дома по красной линии и телефонный разговор и скажет, господин президент, я отдал приказ Пентагону передать вам немедленно большой пакет. То есть нужна картинка, которая покажет, что он командует, что он держит под контролем. Это для него выгодно. И вот это задача Вашей дипломатии, Офиса президента Министерства иностранных дел и Вашего посольства, предвыборному штабу Байдена, показать, что это для него важно. А дальше, чтобы пошли реальные поставки и чтобы пошли победы Украины на фронте. Чтобы не россияне отчитывали, что мы взяли деревню, в которой живет два человека, а чтобы вы сказали, что мы отвоевали 10 квадратных километров нашей территории. На Харьковском направлении больше не осталось ни одного российского человека в пределах границы государственной Украины. Всех их выгнали, всех разбили. Вот что нужно. И это реальная вещь, которая реально Украина способна, потому что это выгодно Байдену как кандидату. Но для этого нужно еще и забыть о красных линиях, которые сами искусственно и начертили. И перестать бояться ядерного оружия. Смотрите, многие сейчас анализируют, война началась с Крыма, и Крымом она может закончиться. Это еще из тех, кто верит, что действительно возможно такое идеологическое поражение для Путина, что Крым станет только Щеевой иглой для него. В чем я уже, если честно, сомневаюсь. Мне кажется, в России ничего не сможет произойти, даже если до Кремля дойдут украинские войска, то и то найдутся те, которые будут поддерживать этого Путина. Но Запад перестанет бояться, например, помогать освобождать тот же Крым. Ведь на сегодняшний день при хорошем вооружении F-16 и Атакамсов в более дальнем радиусе действия Крымский мост затем полуостров. Ну чего, еще вы мне хотите. Я не американец, я не в Пентагоне сижу, я не в Белом доме. Вы все сказали. То же самое, разрешите нам бить вглубь Российской Федерации, да? Нет, боятся. А Путин, видимо, боится расширения какого-то и арсенала вооружения, и снятия новых ограничений, потому что он снова теребит эту свою ядерную дубинку с невиданной силой. Шантаж он усилил за последние недели, согласитесь. Конечно, боится. Я же снимаю слово «видимо», вы говорите «видимо боится». Да невидимо. Ну, в смысле, реально боится. Это все его заявления, это все заявления в последнее время. Ребята, давайте переговариваться, давайте заключать. Он опять вернулся к этому турецкому варианту. Давайте вот мы согласились. Вот вы сдались тогда, и мы тогда даже признали, что вы можете вернуться даже на ситуацию 24 февраля 22 года, и так далее. Другое дело, что проблема с Путиным не в этом. Проблема Путина, а кто же ему поверит-то? Кто же ему поверит? Путину нельзя верить. Путину нет репутации. Путин, вот каждый раз, когда к вам приезжает какой-нибудь миротворец, типа Орбана, или там Папа Римского, или еще кого-нибудь, генсек ООН, и Зеленский должен задавать очень простой вопрос. Ну, скажем так, вот представьте себе, украинский народ согласится с вашим предложением. Не я, а украинский народ. Это будет на референдуме. Согласны ли вы, чтобы мы подписали там договор? Потому что если предложу я, меня вынесут из этого офиса. Значит, на референдуме предположим, украинский народ согласится. А где гарантия, что Путин это будет соблюдать? Он нарушил Будапештский меморандум. Он напал на нашу страну. Где гарантия, что он будет что-то соблюдать? Вот вы можете дать гарантию, что Путин будет соблюдать какой-либо договор, который с ним подписан. Вот просто, тупо Орбану. Вот где гарантия? Вы выдаёте эту гарантию? Что я, Орбан, обязуюсь, что если Путин не нарушит, я вам продам всю Венгрию за одну копейку. Да? Потому что я сволочь такой, вот я не обеспечил вам гарантию. Даёшь такую гарантию, Венгрия? Даёшь такую? Будем вести переговоры. Если не даёшь, иди за русским кораблём. Вот, Марка, здесь написано, куда тебе надо идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова